Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск День за днём. С вами в студии Виталий Волков. Основные темы выпуска. Инженерная инфраструктура города эксплуатируется в нормальном режиме. Нарушений отклонений нет. Глава города обсудил текущие проблемы Десногорска с руководителями подразделений. Я всех приглашаю, конечно же, в эти дни посетить наши храмы православные, чтобы поклониться этому великому годнику Божию. Десногорска в ожидании прибытия мощей преподобного Арсения Каневского. Сводка криминальных происшествий за неделю. Огромная радость за то, что не забывают меня люди, родные ко мне приезжают всегда. Ветеран Великой Отечественной войны отметила свой 95-летний юбилей. А теперь об этих и других новостях подробнее. С января следующего года Россия перейдет на цифровое эфирное телевещание. Минкомсвязь рекомендует гражданам купить телевизоры, поддерживающие цифровой формат. Если телевизор использует только аналоговый формат, то на некоторых каналах рядом с логотипом телекомпании высветится буква «А». Минкомсвязь совместно с Федеральной антимонопольной службой и региональными властями планирует отслеживать цены на абонентское оборудование. У десногорцев всегда есть много вопросов как к главе города, так и к руководителям служб и подразделений. Самые важные из них ежедневно решаются на плановом оперативном совещании. Как работает медсанчасть, полиция, чем живет город. Это и многое другое Андрей Шубин обсудил во вторник с представителями основных структур. Началось рабочее совещание с доклада заместителя главы Александра Новикова. Он сообщил о ходе реконструкции кинозала. Работы идут в штатном режиме, а торжественное открытие планируется на середину декабря. В городе продолжается прививочная кампания. Медсанчасть регистрирует незначительный рост простудных заболеваний. Это связано с приходом сезонного похолодания. В акушерском отделении на свет появились четыре младенца. Программа «Комфортная городская среда» набирает свои обороты. Завершились у нас собрания собственников на этой неделе в домах номер 1, номер 2, 7 микрорайона. Сейчас идет подсчет голосов и формирования итогов протокола. И организуются собрания на этой или на следующей неделе. Сейчас более точно с жителями определимся по еще одному квартирному дому номер 2, 2 микрорайона. Тоже по участию в программе «Комфортная городская среда». Кроме того, в ноябре собрания пройдут и в домах 4 микрорайона. В планах приватизации муниципального имущества 12 ноября состоится аукцион. На продажу выставлены три объекта. Вся информация размещена на сайтах администрации и торги.гов. Заявки принимаются до 6 ноября. С 1 по 11 ноября в городе будет проходить акция по сбору одежды, обуви, детских книг и игрушек «Я доброволец». Все вещи будут адресно направлены к тому же малым мужчинам, многодетным семьям. Прием вещей состоится в Центре культуры и молодежной политики по адресу 6 микрорайона. Справки по телефону 325 04. В пятницу 2 ноября начинается муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Она пройдет по 17 предметам. А 5 декабря все желающие могут написать итоговое сочинение. Подать заявку можно в Комитете по образованию до 21 ноября. В России разрабатывается законопроект, который изменит систему уведомления граждан об имеющихся долгах. Узнать о задолженности можно будет по СМС-рассылке или через портал Госуслуг. Запуск проекта намечен на январь 2020 года. За первые 6 месяцев нынешнего года жители России взяли рекордные 68 миллиардов рублей потребительских кредитов для покрытия старых задолженностей. В этом году исполняется 625 лет со дня основания Каневского мужского монастыря. Он находится на острове Каневец. С древних времен является оплотом православной веры на Ладоге. Россовскую землю и Каневец связывают многие века духовного родства. Наши старцы, такие как Зосима и Василиск, побывали на острове и считаются учениками преподобного Арсения Каневского, основателя обители. Впервые в истории частица мощей преподобного покинула стены монастыря и прибыла на Смоленщину. В скором времени святыню смогут увидеть и десногорцы. История практически не сохранила никаких деталей жития святого. Известно, что Арсений Каневский родился в пределах Нижнего Новгорода. Побывал на святой горе Афон, где получил благословение возвращаться назад, на русскую землю, дабы основать монастырь. Он прибывает на остров Каневец на Ладожском озере. Попытки найти более уединенное место не увенчаются успехом. Дважды он выходил в море на лодке, чтобы продолжить поиски, и дважды его возвращало на остров Буря. Тогда преподобный не усомнился в том, что это промысел Божий, и он должен основать обитель именно здесь, где суровая природа и тяжелые условия выживания. В этом пустынном месте он начинает подвизаться, и, как обычно бывает, подвижник, святой жизни человек, трудясь в одиночестве, образом жизни своей начинает привлекать на это место иных людей, которые желают такого же образа жизни, как и он. Постепенно собираются братья монастыря, строятся храмы, и обитель начинает существовать. За сотни лет монастырь претерпел множество бед, был разрушен шведами в результате русско-шведской войны, поврежден во время финской и Великой Отечественной войн, пережил гонение на веру. В советский период был закрыт, и его занимали военные, возобновил свою работу лишь в 1991 году. Случайный визит Владимира Путина в 2016-м на остров Каневец подарил обители вторую жизнь. К юбилейным торжествам она будет полностью восстановлена. До Каневского монастыря от нас тысяча километров, и побывать там сможет далеко не каждый. Поэтому архимандрит Каневского монастыря Владыка Игнатий благословил, чтобы частица мощей преподобного Арсения Каневского покинула стены обители и прибыла на Смоленскую землю. Сейчас мощи находятся в Рославле, а 2 ноября они будут доставлены в Десногорск. Я всех приглашаю, конечно же, в эти дни посетить наши храмы православные, чтобы поклониться этому великому угоднику Божию, который свою жизнью явил множество чудес. И молитва перед его мощами, конечно же, бывает им услышана, поэтому каждый сможет прийти, помолиться о своих родных, близких, о своих нуждах, каких-то бедах. И будем надеяться, что преподобный Арсений, который основал такой замечательный обитель на Ладожской земле, поучаствует и в нашей с вами жизни. Мощи преподобного Арсения Каневского будут находиться в нашем городе со 2 по 6 ноября. В 3 часа дня 2 числа святые мощи будут встречены в деревянном храме святителя Стефана Великопермского и пробудут там до воскресенья. 4 ноября в 15.00 они будут перенесены в собор иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Для поклонения верующих мощи будут доступны до вечера 6 ноября. После чего они будут возвращены в святую обитель на Ладоге. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Смоленские области подвели итоги работы областного управления Министерства внутренних дел за 9 месяцев текущего года. В регионе раскрыто 5000 правонарушений, на 9% сократилось общее количество преступлений. До 66% выросла раскрываемость, что превышает средние показатели по России и Центральному федеральному округу. В этом году самые высокие результаты общей работы показали межмуниципальные отделы Сафоновский и Рословский. Лучшие сотрудники органов внутренних дел получили награды. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 93 сообщения о происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 64 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 55, зараспитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены два человека. Штормовой ветер в Венеции привел к резкому увеличению уровня воды. 75% территорий города оказалось затоплено. Максимальная высота, на которую поднялась вода, составила 156 сантиметров. Одна из главных достопримечательностей города – площадь Сан-Марко – также оказалась затоплена. Это сильнейшее наводнение с 2012 года. Сейчас в Венеции устанавливают временные мосты для того, чтобы местные жители могли передвигаться по улицам. Жертвыми стихии уже стали 7 человек, несколько десятков пострадали. 29 октября ветерану Великой Отечественной войны Октябрини Кононенко исполнилось 95 лет. Мало кому удается прожить столь долгую и интересную жизнь. Участие в боях не прошло для нее бесследно, а она и по сей день помнит все тяжести того страшного времени. С каждым годом все меньше остается очевидцев тех событий, поэтому так важно уделять им особое внимание. Ясногорцы помнят каждого ветерана и никогда не забывают их дни рождения. Октябрина Кононенко родилась в далеком 1923 году в Новочеркасске Ростовской области. С приходом войны она, не раздумывая, ушла на фронт. Тогда ей было всего лишь 18 лет. С 1943 года служила на Кавказском фронте пулеметчицей и шофером. Она охраняла железнодорожный мост особого назначения в городе Огни и там же встретила День Победы. За свои заслуги она была награждена Орденом Отечественной войны второй степени и медалью за победу над Германией. Поздравить Октябрину Андреевну с солидным юбилеем пришли представители администрации и Смоленской атомной станции, руководители организаций и предприятий города. Желаю вам энергии и сил, чтобы продолжить ваш прекрасный жизненный путь. Благополучие, большого человеческого счастья. Андрей Шубин выразил глубокую благодарность за заслуги именинницы перед страной и поздравил ее с юбилеем. Почетным гостем вечера ставала депутат Государственной думы Ольга Окунева. Здоровья вам, всей вашей семье, благополучия, добра, заботы, внимания. Конечно, в том числе и от всех тех, кто живет рядом с вами, кто работает, безусловно, и от нас. И мы с удовольствием вас поздравляем, желаем вам многие-многие лета. С днем рождения! В этот день в адрес Октябрины Кононенко звучало много теплых слов от близких ей людей. Давние друзья зачитывали стихотворения и исполняли трогательные песни. Я когда это была молодая, мне в окошко светила луна, появилась опрятка седая, и луна мне теперь не нужна. Торжественный вечер организовала председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова. Она принимает активное участие в жизни Октябрины Андреевны и оказывает ей всестороннюю помощь. Сама именинница осталась очень довольна вечером. Конечно, огромная радость, что не забывают меня люди, родные ко мне приезжают всегда каждый юбилей. Как и любой день рождения, вечер закончился на сладкой ноте. В честь именинницы испекли торт в виде сердца, такого же большого, как и сердце Октябрины Андреевны. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. А теперь коротко о погоде. 1 ноября будет пасмурно, пойдет небольшой дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 5. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»